всем привет привет youtube солнечная талия на проводе сашула платьишки сашуле как и советовали ой сережки отдела ну мадам брошки ну кеды саша жесть смотрите мы идем сейчас центр мы вчера снимали видео саша ездили на море на море был дубак саша говорит мама я 5 часов горит не могла воду залезть говорит насколько была вода холодная ветрено было я целый день просидела в баре и не могла выйти на улицу потому что был слишком ветер аж кожа покрывалась знаете этими мурашками снимали видео пришла домой смонтировала начала заливать на youtube проверила у меня опять голос отходит от картинки сейчас домой когда придусь не забуду покажу голос отходит от картинки вообще какая-то жесть просто явно вам платьишки в своем а ну между прочим материал такой знаете немножечко плотноватный кину я не думаю что будет жарко единственно что я захожу в сланцах морских и знаете с моря но опять же город портовый поэтому может никто внимание не обратит специально по этой улице прошла пошла чтобы показать вам балконы которые я очень часто показывала своих видео когда дети были маленькими очень часто по этой дороге ходили взяла платье голубое синие читала ваши комментарии написали марина блин у такой мешок вы знаете вот я заметила да и многие из вас что мы делаем покупки всегда да вот нашего душевного состояния нашего настроения вот наверное мне такое состояние что хочется одеть мешок спрятаться от всех проблем неудач каких-то спрашивали нашла ли я подработку да с понедельника я выхожу это центр бенесары ну типа короче красоты там где делают и макияж и ногти и татуировку губ и бровей понедельник иду первый раз но я не думаю что даже там я думаю можно будет даже снять и показать вам смотрите вот эти балконы помните когда я расстроилась говорю блин столько лет я снимала балконы этой женщины потом она их видно подрезала потому что у нее прямо не огромные были и вот так вот они сейчас разрослись вот такая вот красота вами по моему напишите вот кто смотрит давно по моему не в предыдущих сериях годах по моему нее были более насыщенными наверное она и подстригла она их укрывает все время на зиму клеенка ну в общем вот поэтому я купила я купила себе это платье наверное синяя но мне понравилось надо еще раз хорошо дома померить ну захотелось то как то наверное это все таки зависит от нашего душевного состояния но это я взяла белая которыми стали в пол с розами не взяла денег зажал денег зажала но ничего страшного потом посмотрим так что мы вчера ездили на море я просидела просмотрела свой ленинград 46 главных ранях миллер играет жене и сергей я все время хочу его назвать гаргаш гармаш конечно вообще это мой один из любимых артистов просто не отразим в этой роли обязательно посмотрите фильм очень классно не отразим просто в этой роли дочери дни счет вот просто не отразим в этой роли гармаш вот и фильм до слез настолько интересно снят ленинград 46 называется кстати у миллера и его гармаша у них они попали в кинематограф что один что второй совершенно случайно в принципе прикиньте такая биография я очень люблю кирилла плетнева вот одни из моих любимых артистов на сегодняшний день современных это кирилл плетнев я очень люблю климову катерину я очень люблю риджина блин не помню фамилия для меня вообще фамилия как тяжело запоминается других людей потом вот эти вот сестры татьяна но я татьяну просто люблю по моему сестру не помню арнольд арнольд такой фамилия тоже тяжело но такие вот это вот современный артист но там еще много других много любимых мне нравится еще очень сергей мерзликин правильно по моему произнесла фамилия кстати на него подписано в инстаграме обалденная семья у него мерзликин да и на его жену подписано в инстаграме они показывают своих куча детей там 5 4 человек а сколько они обалденный мерзликин тоже один из любимых и виктория она играла в фильме палач тоже сейчас не вспомню на букву фамилия не вспомню а там руку кэ по моему крик крик крыша по крик и подожди я перехожу саш так же вот тебя его поругалась софи сана там надела твой купальник что успокойся софи делать нечего надо до кого-то достать сегодня на дома да и она начинает да мы сегодня убрали все что она на и вчера да мой хороший я вообще всю ночь смотрю это ленинград 46 там 28 серий по моему мне там осталось две серии уже в инстаграме написали девочки очень много других фильмов которые можно посмотреть от имбириоска по моему написали но очень буду смотреть у меня бывает так периодично кто меня давно смотрит знает что мои любимые фильмы это вообще вот военное действие или послевоенное время я вообще поражаюсь героизмом патриотизмов этих советских людей я вообще не знаю я понимаете блин я вот это все потом мне вообще такие фильмы смотреть нельзя потому что я себя потом я настолько глубину глубоко вхожу вот создание этого фильма мне кажется самой что я там лежу с гранатой или убивая этого фашиста было до того что я потом ночами не сплю и мне падает настроение я даже могу заплакать от одной мысли вы знаете насколько я чувствительный человек короче что-то вообще у мамы марины с головой не в порядок будем надеяться что сегодня видео хорошо загрузится кстати у меня появилась девочка опять же такая информация кто кому может интересно которая занимается в моей команде компания н.л. в латвии которая оформляет все заказы оставлю номер телефона под видео вот оставлю инстаграм можете подписаться задавать личку вопросы девочка из латвии занимается продукцией н.л. продукция европейская не как у вас в латвии я знаю многие хотели там приобрести у вас пустые полки на через москву все оформляет такие вот дела кому интересно у меня закончились мои драйны которые я пью пила вернее по утрам сейчас я жду новый потому что в н.л. появились новые вкусы лесных ягод я жду посылку вот и коллаген я пью раньше пила один раз на ночь теперь пью два раза один на голодный желудок один раз во время еды после обеда ну не знаю я сегодня утром когда встала у меня вот сейчас я когда вы ходили я смотрела у меня вроде как черные действительно какие-то круги появились но я чувствую себя хорошо или нет свет такой в коридоре не знаю но как жить без драйна буду дальше я не знаю я уже просто провыкла он во-первых выводит воду с организма он снимает отек если кто-то отекает вот такие вот дела у меня у дочери кому надо детокс у старшей дочери в Украине есть детокс на дому есть смарт на дому тоже можете писать в личку она вам на почту поставит шапа Украине и Россия вообще без проблем доставка так же вот втягиваем идем Саш ты мне там только весь телефон не это самое говорят Марина вы когда ходите на вас смотрят мужики я никогда не замечала на меня смотрят мужики последнее время знаете я сама на мужиков смотрю думаю они на меня смотрят или нет потому что вы мне пишите Марина чего вы прибедняетесь вы когда ходите мужчины сворачивают голову я думаю ну там один там написали раз думаю ну может потому что я иду с видеокамеры они разворачиваются что за корреспондент идет по их городу вот я просто этого не замечаю теперь сама хожу как дурочка я смотрю смотрят или не смотрят так вот такие дела мы сегодня между прочим по пицце мы сегодня купим пиццу разгрузочный день так скажем малы попросили поэтому это намного быстрее будет хотя мы собрались в магазин дыню хотели купить фрукты хотели купить вот такие вот дела ладно-ка девочки мальчики мужчины мы идем вернее в наш даже самый любимый барчик вот там вот который можно сесть на улице и поесть какие-то классные бутики мясо вот именно в мясном виде там чтобы жарить бештек или котлеты мы не едим вот так ума приезжала ко мне сколько месяца три наверное вообще даже не хочется вот вообще просто не едим но дети делают иногда там бутерброды себе с салями прошу кто делает бутерброды на море а вот именно в таком сыром виде вот у нас нет блин на улице 6 вечера такая стоит жара мы кстати вот здесь заказывали не заказывали покупали торт сухие на день рождения а у них нет такого что зашел и вот такие но это естественно что это не настоящий торт а может и настоящий нет конечно атрибут ходили софии зато нам покупали на день рождения здесь торты Саша я не знаю я хотела сегодня где-то своткаться и меня где-то сфоткаешь или ты меня потом сфоткаешь с куском хлеба во рту как она бежит с ней невозможно просто стало ходить вот это вот когда маленькие они были бежала я теперь они выросли бегут они а я уже бежать никуда не хочу и это просто жесть я даже еще наверное больше потею того что я за ней бегу быстрым шагом вот видите что у меня хотя учитывая что мы проснулись два часа дня я сегодня встала утром и мне показалось что у меня идем здесь здесь такие улочки классно ну давай ты там а я здесь а сейчас за мной прибежит потому что от моего телефона подключилась интернет потому что у тебя интернет я только сказала им я говорю сейчас Саша говорит я говорю ну хорошо ты иди там но с той стороны можно обойти можно здесь по улочкам идешь и людей нет никто не толкается она такая да хорошо такая пошла я же вижу что обиделась а я девочкам и мальчикам а я сказала это девчонкам я сказала на ютубе сейчас прибежит потому что она от моего телефона подключила прямой этот вай фай так у меня он уже последний я его я сказала я его очень много использовала когда София в больнице лежала я сказала мне есть телефон мама давай идем подожди мне тут телефон мама давай идем ага кроветка моя София ее сегодня вывела она говорит все пошли мама с тобой на улицу только ты сильно зачем ты так чмокаешь как чмок она так чмокая тихонечко ты же девочка она и идем короче с Сашулей пойдем поужинаем да принесем Софии пиццу пусть она видите у меня кажется что у меня шута ты закорта когда Визови мне дали ващины потому что ты меня слушаешь потому что ты когда меня спрашивали спрашивали с кем тяжелее в переходном возрасте с Сашей тяжелее на данный момент я уже Софию не помню с Сашей тяжелее потому что Саша она была привязана к ноге как ой как жарко тебе не жарко в этом платье а ну погружись Саша ну кеды это жесть а почему ты не одеваешь открытую обувь она жарко это тебе ты сама себе придумала что у тебя не загорелая стопа ой мы тоже зашли там в магазин я смотрела себе обувь я тут выбегаю на пять минут не буду брать хотя у меня дома лежат одни там не знаю говорила нет от Армани у меня лежат такие вьетнамки на шнурках они кстати уже раритетные можно сказать их наверное такие уже даже не делают вот вот и еще и ничего не одеваю их забываю хотя много туфелек на каблучке не хочу люблю платформу на платформу одни тоже есть много раз показывала Сваровский тоже не хочу лень жарко а тут вышел от дома до центра и все мою платьишко с валанами и видите как вот идешь по улочкам где никого нет спокойно и все не надо нервничать иди сюда не беги не беги смотрите написано меркатино либре пять евро все по пять евро в на базарчике книжном книге или от пяти евро кому надо книгу мы книги Саше еще не заказывали в этом году не ходили кстати тебе до сих пор даже еще не взяли книгу домашние задания на лето Саша ты мне хоть напоминай ага сейчас книги посмотрим какие от Софии остались а какие надо докупать посмотрим сейчас наверное все Софии надо новые книги это же наверное вообще там жесть я не знаю как я это вообще все выкручу вот такой сарафан красивый все закрыт он да вот сюда мы любим ходить здесь очень классно ну посидим подождем будем одни из первых да столики здесь вот это получается от этого ресторана мы в этом ресторане были и с Маргаритой и по-моему с Софией Саша была в школе или наоборот немножко дороговатый но можно поесть морепродукты это единственный ресторан неплохое снимала внутри тоже по моему вот здесь вот наша река Арна а мы тут все время за этим столиком сидим мне нравится ходить по таким вот улочкам а вот что это за здание даже не знаю но я вот люблю такие вот улочки видите арка осталась наверное какой-то может дом был потом его не стало вот идешь тихонечко все спокойненько никого нет все равно кто-то видите облагораживает свои окна посадит цветочки ну и конечно здесь жить жесть тут постоянно темнота хотя с другой стороны я люблю солнечные квартиры но имея при этом дома или шторы тяжелые которые могут закрыть от солнечных лучей или же вставни вот у меня все время днем закрыто во-первых оно не разогревает так комнату воздух очень удобно ну и на ночь закрывать или куда-то вы уезжаете закрывать очень удобно мне наверное кажется я бы даже сейчас без ставни бы или там ну жалюзи наверное бы не жила у вас такого не бывает что когда вы видите на улице худеньких девочек ну женщин сразу подтягивается ваш живот я бывает ну это раскисну забуду потом посмотрю на худых подтягивая живот посмотрю на женщину у кого он висит тоже подтягивая живот такой знаете классный получается ответное желание быть встроенной а что сегодня футбол да фишуль ты не знаешь малыш сегодня футбол что ли футбол одинаково на русском футбол на вашем футбол вот такие улице теперь не могу велосипед и детки и коляски по маленьким идешь вот я на велосипеде ездила у меня сзади была София а спереди Саша сидела мы с ними кстати ни разу не упали никогда никогда я не упала мы не падали когда я вас возила на велосипеде с велосипеда не падали ты и София когда я водила велосипед видишь девочки тоже в плачешках и в сандаликах здесь наши мандариновые деревья не на итальянском разговариваете? не? туристы? а может они здесь живут а просто разговаривают на языке мамы так ладненько все мы теперь короче домой сейчас еще зайдем купим все таки фруктов да Сашулочка где мы пойдем по какой дороге малыш выбирай прямо моему дому чтобы подойти обойти всю пизанскую башню с одной стороны очень симпатично ходишь и наслаждаешься но с другой стороны такой трюк сейчас сделать вообще просто жесть просто жесть кстати вот эта башня была начали ее строить в 1117 году в 1117 нет в 1173 году ее начали строить извините потом ее несколько раз прекращали строительство только начали строительство третьего этажа строить по-моему через 200 лет прикиньте от того что здесь почта глинистая начала проседать башня а вот эти вот этот весь мрамор с которого она сделана где она там за спиной доставали строители там ну или кто там не рабы крестьяне они привозили из гор которые вблизи пизы вот здесь около пизы есть очень много гор и что типа камень везли оттуда камни куски камней и потом почва была глинистая она начала проседать и только через 200 лет ее потом достраивали по этажам фундамент укрепляли потому что глинистый фундамент там между прочим есть две басни как я их называю две истории почему она такая наклоненная ну туристам рассказывают одну ну в принципе кто хочет узнать то их две вот она красавица я как-то видео сказала говорю башни это это входит в семь чудес света мне написали что дура она не входит в семь чудес света а я говорю а я восьмое чудо света вместе с Бизанской башней я наверное уже у всех ассоциируюсь с Казанской башней да мне там кстати все время подкалывают Марина из Пызы Пызы то на что гораст ну и что зато живу около такой красоты хожу наслаждаясь каждый день ну я просто к этому спокойно все отношусь кстати говорят что она похожа вот немножко эта колокольня у нее есть типа мусульманские типа корни там тоже по какой-то версии потому что вот она отдельно от самой чете сделана видите вот она отдельно ну кому вот именно вообще там интересно можете почитать историю я помню что вот в 137 начали в 137 начали строить ой в 73 в 173 начали строить видите вот у меня память на даты на фамилии я бы гидом наверное бы не смогла быть хотя когда я училась в училище культуры у нас была был такой предмет как история костюма я сначала к нему так вот так халабно отнеслась потому что у меня закончила училище культуры без единственной тройки в университете да уже были тройки но это было заочное отделение я тогда уже с Андреем Данилко работала уже мы кстати пользовались с моей подругой она до сих пор у него работает Натасика пишет и привет если ты меня смотришь спрашивали вот сегодня был комментарий под старым видео у меня спрашивали какая судьба девочки которая с вами на фотографии вместе с Андреем Данилко она до сих пор работала вот и мы пользовались его именем говорили будет пустить у нас репетиция его тогда все любили он тогда только 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 начинал монологи рассказывал это было гениально просто я знала каждый монолог еще живя в Мелитополе я знала каждый его монолог и диалог я это все рассказывала потом своим однокурсникам и когда ехала в Киев я очень хотела у него работать кстати я уже рассказывала как я попала к нему на ну скажем типа кастинг я была самая старшая у меня тогда уже была слава мне было 24 года и мне говорили боже куда ты лезешь здесь одни одна молодежь что тебя возьмет карга старая ну вот меня взяли я еще работала в первой линии я все время работала в первой линии я горжусь этим короче ладно что говорила на фамилии вот гидом а говорила за историю костюма что сначала халатно отнеслась к этому предмету потом учитель мне сказал что Марина дела так не пойдут и оценка один диплом я попросила не ставить мне трояк еле-еле натянутый я не помню сколько мне дали времени но я за короткое время выучила историю костюма она у меня отлетала просто от зубов то есть я знала особенно мне нравился готический период когда вот в те времена делали эти вот прически огромные меня впечатлило что у них там заводились вши и около платья висела спица спицы они чесали голову да они же не мыли голову каждый раз там эту башню фризанскую поставят блин и что стали эти вши прикиньте то есть я знала предмет очень хорошо там какие носили панталоны какое жубо у них было но потом со временем если ты в этом не крутишься не преподаешь где-то не читаешь смотри скидка давай что скидка скидка один один шесть и пять шесть и пять шесть и пять шесть и пять иди сюда шесть и пять пойду там посмотрю скидка скидка там сейчас еще на русском и нафиг пошлют и потом уже начинаешь это все конечно забывать и с одной стороны между прочим это очень жалко и печально а ага не говорю уже даже на русском заговорили это наш макдональдс здесь часто ходим боже саша если ты мне приведешь приведешь домой такого жениха саша я вас ее я тебе сказала не вздумай даже не мне все равно как обо мне подумают люди я тебе уже сказала потому что у вас там в компании не похоже на меня не похоже на них все не хватало мне еще ужас ты шо красиво некрасиво говорить мне все равно как это говорится и как это слышится что подзавод так пойдем или вот как нам черт знает боли у меня аж ноги болят но надо ходить надо особенно на вот этой вот программе 25 дней которая при похудении но я не пью чтобы похудеть я на себе просто хочу попробовать продукт чтобы потом рассказывать девочкам там написано что надо выгуливать определенное количество шагов кстати это лимитированная палетка хотела сказать и лимитированная коробка сейчас их все раскупят и все потом когда они будут уже неизвестно дыню купим и сделаем сейчас дома салат так живот втягиваем не забывай у вас такого нет втянуть живот чтоб не забыть ладненько девочки мальчики мужчины чтобы вас не напрягать сейчас приду домой кстати хочу с вами посоветоваться спросить у вас что с моим цветком случилось домой приду сейчас я переключусь что здесь в принципе одни только там сумки висят шапочки магнитики Буратино кстати Буратино изначально фильм это итальянский фильм Пиноккио он сделан в Италии здесь кстати недалеко от меня есть парк Пиноккио где снимался сам фильм а потом уже сделали наш фильм потому что в сказке итальянской не присутствует то есть в нашей сказке русской не присутствует не рыба кита не какой-то там феи то есть в общем совершенно другая сказка но сама идея смотри какое платье красивое 20 евро он хочет за такое но красивое легкое очень я помню когда София была маленькая мы вот таких вот ходили одинаковых была маленькая у Софии у меня была спасибо спасибо говорит давай 15 или 13 даёшь сходить стал у нас были одинаковые плачки но они симпатично смотрятся ну да пробежаться кстати по китайке там где-нибудь посмотреть по китайской и туристы туристы и туристы эта дорога прям идёт в школу где училась Таша и София осторожно он же даже тебя не смотрит туда идёт Те кто едет домой на машинах на мотоциклах они конечно уже нервничать начинают всем домой хочется этих туристов постоянно каждые пять минут водят покажу кто помнит школу Сашину и Софийный садик они здесь ходили но до того как я сюда переехала в этот район я жила в районе железнодорожного вокзала тоже показывала свой дом где раньше я жила то я потом еще на протяжении года их возила туда в аэропорт через весь город на коляске двоих на автобусе в 6 утра вставал тоже рассказывала потому что когда бастовали учителя было за бастовку учителей работал только один воспитатель хотела сказать а не учитель надо было допустим приведите детей первые 12 человек которые придут до 7.30 заходят и вот надо же было успеть с этого района это фиг знает куда короче набегалась вот это вот любимое дерево туристов здесь все фоткаются кстати я сейчас сфоткаюсь Сашенька иди сюда это вот Софиина школа вон там кстати из России из Москвы тоже туристы увидели что я фоткалась около дерева и тоже сфоткались я им говорю сфоткайтесь как я я там такой акробат идем Саша а вот это вот крыло это получается садик да корлето что у тебя там случилось давай не умею выбирать дыни попробуем на кассе потом взвесим не будем набирать много да чтобы тяжело скупились с Сашей домой купили все что нам нужно стоим на кассе стоит перед нами женщина и выкладывает на вот эту дорожку перед кассой которая едет на прилавок как сказать выкладывает свой товар один к одному лужит огурчик огурчик помидорчик помидорчику хлебушек хлебушку прям разложила на всю ленту ну я на итальянском типа цвыркнула нет цвыркнула на русском ну типа а потом на итальянском типа так типа тихо делаю вид что как будто она я хочу сказать тихо а сама делаю так чтоб она меня услышала я говорю не ну ты посмотри какая я говорю очередь она говорю выкладывает прям вообще это не нужно так выкладывать он все равно все это бросает быстро туда где мы вещи собираем а Саша говорит мама ну помолчи говори на русском говорит тогда я специально говорю на итальянском что это такое там у нее целая корзина а сзади женщина стоит засмеялась так вот я разворачиваюсь она говорит а я тоже так думаю я говорю а вы русская она говорит да ну из Донецкой области я говорю а то смотрите разложилась она говорит ага а малыш мне сказала говорит мама говори хоть на русском ребенку стало стыдно за мать сын не отвечает отца такой маленький этот песик был он как вырос такой маленький помнишь он был такой маленький что он отсюда из дырки вылез и пропал не трогать чужих собак не надо трогать не надо трогать чужих собак не надо Карла сегодня дизеля возила оперировать или и оперировать и зашивали там и чистили не поняла что-то в ухо залезло или не оперировали а выкнули что-то из уха родил им на морднике когда на работу уходит и с собаками еще некому смотреть чтобы дизель с Байкалом не драйвить мы кстати вчера на море встретили еще одного щенка Киры покажу сейчас вам приду ну там опять же говорю съехала съехала видео картинка от голоса сейчас домой приду покажу кошкам покупаю вот такой вот без лактозы это кстати вот мой драйвинг закончился последний это вот контрол придем когда уходила мои кошки пьют молочко Машка пришла а вот и Мурка пришла смотрите вот хотела показать вот это вот помните мне дарили Миша со Светой вернее Сашей на ее выпускной по гитаре смотрите вот что у меня вот это вот такое почему такие листья ну здесь у меня моряк начал драть я вазу переставила сюда надо горшок поменьше купить скажу куплю когда будет время и возможность по такой жаре не хочется тащить надо поменьше купить вот что у меня случилось вот с цветком почему он не стоял на жаре он стоял вот на вот это вот здесь на полке я знаю что многие девочки знают подскажите я немножко его уже обстригла здесь у меня видны немножко корни может его подстричь я прям вообще ну не знаю жду от вас этого смотрите как у меня распустились мои цветы они уже отцветают вот такая вот красота у меня за окном это мой куст расцвел такой вот куст а ромашки все они уже отцвели тоже напишите девчонки кто знает мне их просто уже обрезать и все видите какой ствол это из семян кто-то из украины из России перселала или из Украины девчонки семенами был посажен и здесь да надо корни прикрыть надо купить землю напишите может его все вырвать его выбросить или будет ли он на следующий год эта ромашка цвести ну в общем вот такая вот сейчас здесь видите набухает красота будет сколько подрезала видите как жить хочет как растет и растет и растет к блину здесь уже цвел напишите пожалуйста что делать ромашку обстригать ее как то или нет так вот